Всем привет! Точно знаю, что можно с удовольствием почитать книгу рекордов Гиннеса, но какое это имеет отношение к происходящему на экране? А самое, что ни на есть прямое, вскоре там появится High Screen Boost 2. Это самый долгоиграющий в мире смартфон, он держит заряд две недели. Правда, так обещают производители. Давайте разберёмся. Тут, как всегда, не без подвоха. На данный момент вы видите телефон с аккумулятором 3000 мАч, и чтобы получить две недели хардкора, нужно снять крышечку, взять вот этот аккумулятор, поставить его в High Screen Boost 2 и одеть другую крышечку побольше. В итоге мы получаем полтора сантиметровый 200 граммовый телефон. Много? Толсто? Безусловно. Из маленького, приятного, тонкого телефона мы получаем настоящего монстра. Правда, монстра, работающего до двух недель. Я тестировал прототип, поэтому результаты могут отличаться от того, что вы получите в итоге. Телефон проигрывал видео на полной яркости и со звуком 100% на протяжении 11 часов и сел. Это с большой батарейкой 6000 мАч. В принципе, неплохой результат, но двумя неделями средней работы тут не пахнет. Но если будет неделя, уже хорошо. За три дня использования я посадил телефон до 60%, так что стремление к неделе вполне вероятно. Это что касается батареи. Идем дальше. Boost 2 – это вторая редакция, как оказалось, довольно популярного телефона в России. В этот раз производители сделали его симпатичнее и быстрее. Хорошо выглядит передняя часть устройства. Это стекло хорошего качества, по всей видимости, Gorilla Glass. Снизу находятся кнопки управления, расположение как на Самсунгах, то есть кнопка назад справа, а кнопка меню слева, а по центру кнопка многозадачности, если зажать. Я, как обычно, ругаю производителей за выносные кнопки сенсорные, так как неудобно пользоваться. Все время задеваешь. Ну ладно, на вкус и цвет, как говорится. Идем дальше. Сверху динамик и фронтальная камера. Кстати, камера довольно неплохая, так что китайцы, а не, русские. Русские довольно близки к идеалу. Вы же знаете, что High Screen – это русский бренд, но делается, конечно, в Китае. Сзади установлена 8-мегапиксельная камера и мило изображена надпись High Screen. Кстати, телефон смотрится довольно дорого для своей цены в 11 тысяч рублей. Внутри Boost 2 установлен 5-дюймовый HD-экран. Помимо этого, 1 гигабайт оперативной памяти и 4-ядерный процессор Snapdragon S4 Play на 1,2 ГГц. На самом телефоне стоит Android версии 4.1. Характеристики очень и очень неплохие, а вот внутренняя оболочка, а это почти голый Android, показывает себя очень и очень средней. Почти голый Android работает почти шустро и почти устраивает. Тут ключевое слово «почти». В новой версии Antutu, которую теперь нельзя, обмануть, Boost 2 показывает всего 11 тысяч очков. Вот мы и проследили тоненькую нить бюджетности. Интересно и то, что здесь две сим-карты и вроде бы это все. Общий результат меня все равно устраивает, получая в комплекте два аккумулятора на 3-6 тысяч мАч, абсолютно не дешевый внешний вид, две сим-карты и неплохую начинку и это за 11 тысяч рублей. Вполне себе ничего такая новинка, осталось только батарею разогнать, как в прошлой версии. И все. Кстати, да, все. Всем пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.